Привет, друзья! Это ютуб-канал Красньюс и я журналист Дмитрий Полушин. Сейчас рядом со мной красноярский оппозиционер Андрей Леонтьев, который накануне освободился из изолятора временного содержания, куда его поместили после очередного митинга кормления голубей 8 августа. С 8 августа по 19 августа он отсидел в камере и, насколько я знаю, не ел там, объявил голодовку. На него повесили, а именно повесили, организацию митингов, хотя, насколько я знаю, Андрей сам из Багучан и организовывать в Красноярске какие-то несанкционированные мероприятия сложновато, находясь в Багучанах. На Андрея повесили митинг, на который он даже не приходил, если не ошибаюсь, с 1 августа. Андрей, расскажи всю эту историю, я думаю, нашим подписчикам будет интересно, потому что десятки, десятки административных дел за это лето рассмотрели красноярские суды по отношению людей всех возрастов, и юных, и зрелых, и престарелых людей хватали, задерживали. Вы уже выступали у нас на канале с тем, что и клопы были на матрасах, и искусственные ваши соратники. Итак, вам слово. Здравствуйте, дорогие жители города Красноярска, сибиряки. Что могу вам сказать по поводу того, что меня задержали? Это мой просто гражданский долг, выйти покормить голубей. Все могут выйти и покормить голубей. В отношении меня было возбуждено административное правонарушение, которое я не согласен и не признал его, не признал, так как я не являюсь организатором данного мероприятия. Это просто сход граждан. Каждый гражданин может прийти и пройтись, и поддержать, допустим, Сергея Фургала, Анатолия Петровича Быкова, политиков, которые в нашем Красноярском крае есть, которые стремятся, чтобы наша жизнь была лучше. Поэтому я пришел 8 числа и поддержал, как Хабаровск, и поддержал Анатолия Петровича Быкова. Вообще, друзья, интересная вещь происходит. Мне в директ, в инстаграм, кстати, мой аккаунт можете найти в описании этого видео, приходит почти ежедневное сообщение, что нас привлекли к ответственности как организаторов. То есть мы узнали откуда-то из соцсетей, пришли, крикнули «Свободу Фургалу», «Свободу Быкову», «Просыпайтесь, города с нашей родиной» – беда. И на нас тут же вешают организацию. И штраф, соответственно, уже не 5 тысяч, не какое-то предупреждение, а по полной. Двадцатка, 25, аресты. Нет ли у вас ощущения, что полиция и суды, они в этом смысле сговорились для того, чтобы у людей, мягко говоря, отбивать желание выходить на акции протеста? Дмитрий, я здесь с вами полностью, полностью согласен, потому что, находясь в суде, уже было решение, судебное решение административное готово. Судья, как бы, не взял во внимание то, что я требовал, присутствие, присутствие прокурора, потому что я был не согласен с рапортами начальника, которые написали на меня рапорта, в связи с том, что они объявили меня организатором. Улики какие-то были предъявлены суду? Да, было видео, но, опять же, я с ним не согласен. То есть, можно, они сделали нарезки, такие нарезки, где просто показывают, а самую длинную суть вопроса, да, суть вопроса, как проходил, что я там, они просто вырезали из контекта какой-то отрывок и показывали, что я вот здесь был, я кричал там, но я кричал свободу Анатолию Петровичу, да, свободу Хабаровску, да, допустим, политзаключенную. Я не отрицаю, я не считаю за это организатором. Но это явные признаки активного участия, участия. Какие улики были, что вы организатор? Никаких улик, никаких улик со стороны полиции и суда не было. Они просто просмотрели этого видео, суд, и взял этого внимания и сказал, что вы организатор. Почему акцентирую на этой теме внимание и хотел бы, чтобы и силовики вот посмотрели и вообще задумались о здравом смысле? Вот генерал Речицкий, сотрудники Центра Э, если вы смотрите это видео, ну ведь нужны же доказательства, нужны же улики. Ведь вы сами нам зачитываете на этих площадях закон о том, что если только мы используем громкоговорящие устройства во время акции протеста, нас могут признать организаторами. Если только в канун этой акции протеста мы обращаемся с призывом, люди, выходите в субботу в 12 часов на Театральную площадь из его уст, из моих уст, из уст тех десятков людей, которых вы признали организаторами, я считаю, незаконно, вот тогда бы у вас были веские аргументы людей привлекать к ответственности и штрафовать по полной. Но ведь это же беспредел, это же произвол, это беззаконие. Куда смотрят правозащитники? Вы вообще остались в России, правозащитники, кто бы за людей заступился? Расскажите, что было в полиции в дальнейшем и в камере, где вы пробыли, получается, даже больше 10 суток? Ну, я здесь выписал маленько, чтобы все люди узнали, да. Так, не выводят на прогулки, обязан выводить каждый день по часу, по часу. В это время должны камеры проветриваться, это санитарные нормы. Нас не выводили, нас содержали, извините, как заключенных там, я понимаю. Нас заключенными лучше обращаются. Ну, я... Там обязательные прогулки, даже строгий режим. Особый режим, прогулки обязательные. Ну, я обратился в прокурор, у меня прокурор и руководитель спецприемника, очень хороший офицер. Он сказал, что данное здание не предназначено для содержания административных правонарушителей. Ну, не предназначено, так вы увозите в другое место? В автобусный переулок увозите? Ну, там, где есть условия, что за детский сад, что за нелепые объяснения? А, в автобусном переулке тоже здание не предназначено, потому что там нету дворика, не построено, чтобы нас выводили, арестовывают, да. Мы не сделали условия, да, людям, гражданам, а надо арестовать и посадить, и продержать, да, людей, допустим. И вот, понимаете, есть генералы ГУФСИН, есть генералы МВД и ФСБ. У всех прекрасные кабинеты, удобные кожаные кресла. И есть простые люди, которых арестовывают, которых отправляют на матрасы с клопами, отправляют в душные камеры. Нет условий, и всем плевать, ведь годами, десятилетиями эта ситуация не меняется. А ты не нарушай, а ты не выходи на площадь, а ты не скандируй, и тогда не будешь тут сидеть. Ну, слушайте, у нас же не ГУЛАГ, у нас не репрессивная машина. Вы же провозглашаете, что у нас свободная страна, демократическая страна. У нас все для людей, что у нас защищаются права граждан. А на деле-то, вот послушайте, оказывается, даже камеры не проветриваются. Оказывается, даже гулять не выводят. А как кормят? Да, я еще хотел добавить по поводу правого нарушения. Здесь стоит купольная камера в камере, и она нарушает мое пространство в камере. Не переодеться, не сходить в туалет. Она поворотного типа. А там сидят, извините, девочки, женщины, которым надо много чего сделать, переодеться, ходить в туалет. То есть, маньяки тоже есть беспредельные, которые могут камеру повернуть и смотреть, как я в туалет пошел. Или смотреть тоже. И об этом я обозначил прокурору города. И прокурор сказал, что с этим будет как бы разбираться. А до этого-то они не знали. А до этого-то кто-то камеры повесил. Ай-яй-яй, что же мы не заметили? И только вот надо, чтобы лично прийти, показать пальцем, только тогда начинают реагировать. Что за бесправие? Так, и вот еще административным правонарушителям, да, полагается помыться, да, там элементарно, там в бане, в душе, да. Ну, а горячая вода отсутствует, вообще горячая вода, и она отсутствует. И то есть человек получил 15 суток ареста, да, он не сможет помыться. Иди закаляйся, говорят. Здоровее будешь. Ну, исходя из того, что я 8 дней не мылся, я пошел в холодном душе, помылись, и то дают на двоих человек, да, Дмитрий, дают 10 минут. То есть помыться дают 5 минут на человека, да. Это тоже, носки постирать, там, все это самое. Где мы будем стираться, где мы это самое. То есть совсем не пионерский лагерь условия, конечно. Совершенно верно. А какая была кормежка? Ну, могу сказать, конечно, на удивление, что кормили очень хорошо, очень хорошо. По богучанским меркам? Да, вообще по всем. Люди, многие голодуют, да, ветераны войны, пенсионеры, лазят по помойкам, да. Ну, здесь я, конечно... Что было на завтрак? Ну, завтрак, манную кашу давали. Горяченькая, вкусненькая. Да, компот давали, хлеб двух видов, в общем. Хорошо, обед какой? Обеда была, котлета рыбная, да, салаты разные, оливье там такое-то, супы разные были. Я очень удивлен, конечно. А ужин? Ужин тоже давали гречку, могли там мясо дать. Все это присутствует, я очень удивлен. Ну, вообще я слышал от арестованных, что вот на Дзержинского, где вы находились, там условия получше, кормежка получше. Но, действительно, тесновато, и вот это такое отношение. А в других местах, автобус на переулке, там кормление гораздо хуже, отвратное. И холодная каша, и просто баланда, и невкусная еда, и только чтобы не умереть с голоду, как говорится. Поэтому не везде ситуация ровная. Ну, я, по крайней мере, говорю, я содержался в ФСБ в здании Надежинского здесь, да. Я говорю так, как истинно, вот зачем обманывать граждан и неправду говорить, да. Там, допустим, нету врача, допустим, врача, потому что у меня была критическая точка, давление было 190 на 170. Это зафиксировано, вызывали скорую, в связи с тем, что я голодал, и меня очень плохо. Сейчас я тоже выхожу из... И что, скорая приезжала? Скорая, они понизили мне давление. Сиди дальше. Да, кардиограмму сделали, все это, такие процедуры медицинские, поставили диагноз, это записали в журнал и уехали. Потому что мне сказали, все равно ты досидишь до конца, какое бы тебе здоровье не было, чтобы ты не занимался, ты даже попадешь в больницу, тебе поправят здоровье, и ты все равно вернешься сюда и досидишь. Андрей, ну, я думаю, что эта история лишний раз убедила вас в том, что за гражданскую позицию, за активную позицию, за участие в митингах, за отстаивание своих конституционных прав, человек отвечает своей свободой. А иногда здоровьем. Как сегодня, как мы знаем, был отравлен главный оппозиционер России Алексей Навальный. Что вы думаете об этом инциденте, потому что он сейчас между жизнью и смертью в коме находится? Я всем, всем, штабу Навальному, Алексею Навальному, всем. Алексею Навальному я желаю здоровья, молюсь за него, чтобы у него, Господи, чтобы все было хорошо. Я пойду в храм, поставлю свечку за него, за здравие Николая Чудотворцу. Потому что этот человек действительно правдивый, действительно говорит правду, борется с коррупцией. Всем, всем ребятам со штаба Навального прошу объединиться и объединяться с народом, с населением. Мы все тоже готовы с вами объединиться в борьбе с коррупцией, в борьбе с преступниками и ворами. И, извините, негодяями, которые уже давно, давно сделали парашюты. И у них дома за границей, и у них и дети за границей. Они уже все, можно сказать, двойное, тройное гражданство. Мы это все понимаем. Поэтому я говорю, как Николай Бондаренко говорит, давайте бороться за наши права, объединяться. И я очень переживаю за Алексея Навального и молюсь. Сегодня, завтра, буквально пойду поставлю свечку за здравие, чтобы он поправился. И дай Бог, Господи, ему здоровья. Андрей, очень нередко аресты, камера, заключения, они ломают людей. Штрафы, опять же, неподъемные, по 20 тысяч за такие пустяки. И наверняка вам в полиции говорили, в суде говорили, Андрей, да хватит уже протестовать. Уймитесь, посидите дома, не раскачивайте лодку, не организовывайте акции протеста. А то повадились каждую субботу в 12 часов приходить на театральную площадь и людей еще туда же подбивать. Что вы на это сказали полиции и суду? Больше так не будете себя вести? Не пойдете больше протестовать? Ну, ко мне приходили много офицеров, мы беседовали. Преступные, я считаю, указания они выполняют и дают сержантам, прапорщикам, которые нас задерживают. И они говорят, ну, если бы вас было больше, больше, то бы ситуация совсем была бы другая. Так как вас очень мало, поэтому вот... Ну, вас хватаем поодиночке и садим в камеры? Ну, да, ну, если у нас, допустим, было бы там 5-10 тысяч, вышло бы людей. В субботу в эту я тоже приду, это мой гражданский долг. Я приду в 12 часов на площадь театральную. Я буду там. Я люблю родину, поэтому я приду и буду отставить наши права. Пусть даже я не буду кричать, но я буду ходить со всеми и присутствовать в данном сходе граждан. Ничего не нарушая. Ходить я еще могу, по крайней мере, да, Дмитрий, ходить. Дышать воздухом, да, я имею право. Пусть мне запретили говорить, да, но ходить я имею право, да, согласно Конституции. Это ютуб-канал «Красньюс», я журналист Дмитрий Полушин. Благодарю за интервью. Андрея Леонтьева, всего вам доброго, до свидания. До свидания, Дмитрий. Да хранит вас Господь Бог.